Почему вот мандаринки не могут быть весь год такие же великолепные, как перед Новым Годом? Почему класс не может быть вкусным зимой? Аргумент. У вас какие-то тут сложные жизненные вопросы пошли. Мандаринки заебись. Добрый день. Если когда-нибудь я перерожусь в прошлой жизни, в какого-нибудь... Как это ты в прошлую жизнь переродишься? Ну, бля, хуй знает, как-нибудь. Сингулярность там как-нибудь наебнется, и вот в прошлую жизнь переродишься. Почему не в следующую? Ну, когда, знаешь, вот в то времена, когда у тебя там есть рабы, там, типа, вот это вот все, типа, то... Тянет, тянет, да, Стас? То нужно будет... О, кстати, я вспомнил разгон. Вот когда вот там рабы, когда вот это все, вот там точно нужно будет какого-то отдельного человека, который просто будет всю дорогу чистить мандарины. Потому что, прикинь, у тебя был бы человек, который бы тебе постоянно подносит чищенные мандарины. У Снупдога есть такой, но там не мандарины. А, ну да. Лучше пусть чистят апельсин и мандарин, можно и самому почистить. Мне вот Владос сегодня кинул в руку мандарин, он мне, блядь, ударился об руку, уже почистился, нахуй. Не, ну, на самом деле, апельсин обычный и чищенный апельсин, это две разные сущности. Потому что обычный апельсин, который в одежде, вот он, нахуй, никому не нужен, но стоит его почистить, как тут же сразу куча ртов, просто моментально такие, типа, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Такое впечатление, что у нас новая вакансия назревает. Но только, ой, блядь, но только на Новый год. Вахта, сутки через 365. Я тут недавно, я же много-много времени страдал с тем, чтобы сдать генетический тест. Вы еще помните, наверное, еще, типа, ну, с лета, там, типа, тут постоянно в офис приезжали, курили. Короче, существуют генетические тесты, где берут, там, твой геном, и там, как бы, дофига про тебя можно накопать информации, что у тебя, там, какая у тебя предрасположенность к каким-то, там, заболеваниям, какие, там, у тебя медикаменты лучше работают, какие хуже работают, в чем у тебя, там, предрасположенность личности, и какая, там, у тебя национальность, там, внутри в крае намешана. Я это делал еще дозунг-давно где-то как-то нашел, такой, типа, блин, надо точно сдать, вот надо будет как-нибудь заняться, все такое. Заказали, собственно, тест, приехал курьер с такой колбой, туда нужно наплевать. Ну, в смысле, ты, там, типа, слюны набираешь, там, какое-то количество, там, целую колб, прям, наплевать, до хера надо, прям, процесс. То есть, типа, ты прям наплевал туда этот литр, отдал. Оно уезжает в лабораторию, они там смотрят, смотрят, и потом, типа, присылают ответ, что, типа, у вас какая-то слюна неправильная, типа, образец какой-то не такой, типа, давайте по новой. Так вы проходите с этой ситуацией. На 5% вы светлого нефильтрованная. Погоди, у меня есть, блядь, бешеное желание сделать вот так вот. Вот это вот как-нибудь вот сюда вот прикоротить. Да, не декоратор. В кадре. Это член из Мангарина? Тихо! Это шкурка. Это шкура. О! Видно? Видно. Отлично. Как и всю хуйню, что мы делаем. Так вот, короче, сдаю первую пробу этой слюны своей, и, типа, приходится, что, типа, ну, брак, пацан, типа, что не, такая слюна, типа, не вариант. Я такой, блин, ну что, хинкаль не вычистил, типа, или еще что-то, что, типа, было бы странно, если бы она 30% хинкалина был бы. Приходит новый образец, типа, я новое, там, это ведро... А там есть какое-то, типа, ограничение, что нельзя, есть до сдачи? Нет, там просто, как бы, ну, типа, ну, по-моему, не пей, там, за 15 минут, то есть, типа, какого-то прям специфического ограничения нет. Ну, я такой, типа, ладно, хорошо, второй раз я подготовлюсь. Начистил зубы, и в итоге на 15% зубная паста, да, типа, начистил зубы, там, все, напрополоскал, там, все, воды напился, все, типа, что должна быть чистая кристальная слюна. Сдаю второй раз, второй раз снова бракованная. Типа, они такие, блядь, давай в третий раз. Вот, в общем, короче, какое-то количество раз, итерация, я сдаю слюну, оно все равно не работает, типа, они такие, типа, чувак, у тебя там какая-то, блин, странная слюна, типа, давай, приезжай к нам кровь сдавать. И вот где-то, по-моему, в сентябре или в октябре я вот доехал все-таки до лаборатории, сдал кровь, все, и вот ненедавно пришел тест, типа, с результатами, со всей хуйней. Я сейчас у себя вот даже открою, чтобы... На 7% у графа дуракова, да? На 50% я вак. И там есть несколько забавных штук по поводу, ну, типа, предрасположенности и психике, и по национальностям. Давай, входи. Так вот, да, во-первых, национальность. То есть, типа, обычно же, когда у тебя приходит, там, типа, генетический тест, особенно, типа, вот, ну, в России у тебя же тут, типа, дофигища национальностей, дофигища культур, там все такое, и там дальше начинается, что, там, ты, там, на 10% монгол, на 15% там, киргиз, там, на, там, еще, там, сколько-то еще кто-нибудь, там, и так далее. И обычно, там, у тебя национальности, ну, типа, какой-то пул и какое-то количество. У меня одна, стопроцентная. Ваше предположение? Татарин. Нет. Поляк? Ну, русский. Да. Стопроцентный чистый древний рус, блядь. Оказалось, нахуй. Нормально, ты, наверное, когда кровь сдала шамана, реально слушаешь. Да, я теперь песня шамана, да. Ну, ты, кстати, первый человек, кто, ну, быстро угадал, потому что все обычно начинается, там, что, там, типа, блин, там, а где-то, а что? В России, наверное, ты китаец. Не, ну, слушай, в России, опять же, у тебя же дохренища национальностей. Ну, вот, типа, у меня теперь бумажка есть, короче, что я песня шамана. Типа, это первое. Прикинь, это за тебя аксарте сдал. Там было бы написано «Москвич». Слюна у тебя какая-то нерусская получается. Слюна у меня какая-то странная, да. Есть две выдающиеся черты характера. Насколько я понимаю, там, типа, все штуки про способности, характер и все такое, оно у них сделано так, что, там, у тебя какая-то должна привиться сильно больше, чем у других. Ну, то есть, типа, у всех, там, плюс-минус есть одно и то же, просто у кого-то более ярко выражено. Блядь, чтобы вот вам не спойлерить. Вот, у меня есть две черты характера. Выдающиеся, пиздец, по их параметрам, что, типа, это, там, вы склонны к этому признаку больше, чем 85 процентов, типа, остальных людей, кто у нас, там, типа, взвал генетические тесты. Ваше предположение? Решительность. Нет. Ну, это вот в ту сторону, да, но это не то. Мы тебя сейчас должны хвалить, да? Нет, тут весело. Это весело. Пиздобол, не знаю. Вот, ну, ты ближе. Это, погоди, это в выдающихся способностях где-то, это называется образная креативность. А. Это другое. Тут важны черты характера. Ну, судя по документалке, пунктуальность, не знаю. Ну, вот точно мне вот эти параметры помогают писать в документалке, но не пунктуальность. Усидчивость. Короче, первая черта. Паранойя. Второе, цинизм. Я циничный русский параноик. Здравствуйте. Переименовываем канал. Русская хтонь. Циничный русский параноик, да. Ну, и больше тут особо ничего интересного нет. А какие-нибудь там предки твои были великие? Что-то барское есть в этом генотесте вообще? Нет, там есть карта расселения, типа, там, предков. Ну, и там вот как и есть, что, типа, у меня... И откуда есть пошла земля русская. Да, да, что у меня отец пермяк, и вот, ну, типа, оттуда. И там вот реально один кусок на карте, что вот Пермь, там еще какая-то область соседняя. И вот Новгород с Пском, типа, вот оттуда все. Ребята не сильно любили путешествовать. Да. Но есть другая теория. Я это сидел с кем-то еще тоже обсуждал, и... А это, по-моему, ты это прокидывал, нет? Крайне редко, когда кто-то может прям очень долго, много-много лет, там, типа, много-много поколений выдержать одну какую-то конкретную национальность. Блядь, опять же, для галочки, типа, если вы считаете, что какая-то нация лучше другой, просто по определению, то идите к психологу, типа, это... Лучше к психиатру. Или к психиатру, да, потому что, ну, нацизм хуйня полная. Но так или иначе, типа, вот сквозь поколения, там, типа, протащить какую-то одну конкретную нацию, ну, там, типа, в роду очень сложно. И, скорее всего, это означает, что у каких-то там давних-давних-давних-давних было что-то... Между собойчики были, короче. Вот. Дела семейные, да, так сказать? Да, да, да. Дела семейные, да. Ну, вот я на тест сходил, типа, вот так что... А он же показывает еще, типа, каким болезням ты предрасположен? Сейчас посмотрим. Я вот в болезни не сильно смотрел, сейчас посмотрим. Как так? Ты же параноик. Это первое, что нужно было проверить. Группа высоких рисков. Избыточный вес. Кажется, пиздать немножко. Повышенное соотношение уровня эстрадиола к тестостерону. Это я не знаю, что значит. И повышенный уровень эстрадиола. Это я тоже не знаю. Это, наверное, экстраген, это женский гормон. А, хуй его знает. Я потом это все дело загуглю, прогуглю со своей паранойей, да, и, типа, расскажу. Группа психические расстройства. Высокий риск никотиновой зависимости. Облысение по мужскому типу. И что? Суицидальные мысли. Точно я сдавал тест. Там что-то про шведский гламрок было? Нет. Повышенное содержание Швеции в ушах. Где-то в разных уголках Москвы живут два очень похожих и одновременно совершенно разных Стаса. Этот Стас любит работать до победного. В его жизни все по полочкам. На главной полочке работа. Затем работа. И дальше тоже работа. Но трудно сказать, что такой образ жизни ему нравится. А это другой Стас. Его успокаивают утренние медитации и глубокий глоток свежего воздуха на рассвете. Он не любит тратить энергию на бессмысленные действия и деструктивные мысли. Обожает свои цветы и чистоту в доме. А еще интересуется инвестициями и занимается благотворительностью. Что? Это параллельная вселенная? Подумаете вы. Они действительно встретились в одном месте. И им нашлось о чем поговорить. Откуда у тебя это все? Жизнь дает нам возможности и нужно использовать их. Общайся с более успешными людьми. Изучай инвестиции и помогай тем, кому это действительно нужно. Окей. С тобой сейчас болтаю. Но инвестиции... Я даже не представляю с чего начать. Ну, начни с участия в новогодней акции Отеньков и благотворительного фонда Второе Дыхание. Собери сначала вещи в доме, которые ты уже давно не носишь. Ну, там вот эти вот свои рубашки одинаковые. Потом приходи в ближайший ТЦ, ищи желтую стойку, сдавай вещи на переработку и получай сертификат на акцию стоимостью до 1000 рублей в Тинькофф Инвестициях. Хорошо же? Хорошо. Еще можешь дать контакт своего друга. Ему тоже придет подарок и будете разбираться вместе. Ты куда пошел? По ссылке в описании. Менять свою жизнь. Горжусь. Переходите и вы по ссылке в описании, чтобы изучить подробности акции и получить сертификат на акцию Тинькофф Инвестициях. В подарок. Что у вас какие дела? Есть кое-что накинуть? Помимо того, что осталось чуть-чуть потерпеть, осталось там буквально неделька. Примерно до Нового года. А у вас есть вот зависимость от мандаринов в новогоднее время? Вот типа весь год вы спокойно дышите к цитрусовым? А вот в Новый год, из того, что их очень много вокруг... Дышите цитрусовыми, это что-то типа дышать над картошкой? Это вот что-то оттуда? Нет, это калья на мандарине вот это. У меня у мамы точно есть зависимость. У нее аллергия типа небольшая есть на цитрусовую, но она не может, блядь, ей надо ебать. Три тонны мандаринов за день. Обязательно. А потом чесаться вот так везде. Блин, я недавно узнала, что аллергия может появиться просто от того, что ты переел в моменте многом. Ну, то есть она неврожденная. Для меня это был шок. Я это выяснила, когда на сороковой мандаринке, когда я сижу, одновременно чищу мандарины, вот тут расчесываю руки. Для меня это был шок. Я просто так, к чему спрашиваю, я недавно увидела какую-то статистику от каких-то московских врачей, которые сказали, что оптимальное количество мандаринов, которые можно съесть за день, это 2-3 штучки. Вот, я такая пакет свой расчехлила. Ну, это они, наверное, погоду считают. А как бы берешь, просто съедаешь 600 там с чем-то мандаринов в один день и все, на год вперед с собой. Да, да, так и работает. А только мандарины вам нравятся на Новый год? Есть, может, какие-то другие новогодние традиции, которые вам тоже нравятся? Не, ну бутерброд с икрой, это святое. Знаете то, что такое адвент-календарь? О, да, клевая штука. Когда ты каждый день открываешь ячейку с подарочком. Да, там до Нового года за 2 недели. Я с Рэдбуллом такое видел. Каждый день просто по Рэдбуллу, но это как херовый адвент-календарь. Ты знаешь, что будет завтра. Нет, там разного вкуса Рэдбулла. Кто-то тебе подарки по дням готовит? По-моему, за 25 дней до праздника у тебя условно такая какая-нибудь коробочка. И там первый, второй, третий, четвертый. И ты там жмякаешь, открываешь, у тебя там какой-то небольшой подарочек. Ну, в основном это салатки, подарки там, шоколадки. Может быть, печенька. Ну, вообще, косметический бренд на этом очень много бабла рубят. Туда столько всего кладут, и это для них типа как пиар-акция. Потому что они могут положить какой-нибудь пробничек. Да, ты такой помазался кремом, такой, боже, я стал выглядеть сильно лучше. И купил их там целую линейку. У меня что-то на женском. Я раньше в Ашане пробники из журнала Форового был. Это что-то на панковском. Так вам, ебучие капиталисты, блядь. У меня самые пиздатые... Буду пахнуть хорошо, но бесплатно. Не все же дегтярным мылом-то мыться. А потом ты где-то открываешь журнал, там пробник дегтярного мыла, и такой, ебать. Вот это... Ох, березоньки мои, березоньки. У меня был, ну, по крайней мере, самый запоминающийся, наверное, мой подарок на Новый год. Не знаю, мне там типа лет шесть было, наверное, или семь. И там всегда вот была вот эта история перед Новым годом, когда либо предприятия родителям дарят, типа, какие-то вот эти вот наборы конфет, там типа, либо в школах там такую же фигню выдают, там и так далее. И вот я не помню кому, то ли отцу, то ли маме, по-моему, папе. На предприятии подарили два мешка с конфетами. Типа, ну что, вот нас двое, два мешка, и они размером нахер были с меня. То есть он прям, он настолько был большой, то есть он, наверное, вот такой. Я тогда вот в целом такого же примерно размера. То есть батя приносит эти мешки. А твой папа на конфетном заводе работал? Нет, 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 просто, ну да, завод, который продавал оборудование для автосервисов. Просто премию конфетами выдали? Возможно, возможно. Но я помню, что типа, во-первых, я стою с этим мешком, я его натурально вот его обнимаю, и не могу практически руками типа, ну, соединиться. А второе, что я помню, вот следующий второй кадр, как я блюю от того, что я переел вообще все. Сладко блюешь. Да, да, да. Там еще каких-то фруктов, бананов, и я вот там типа в тот же Новый год меня еще током ебнуло. Типа прям вообще отлично было. Очень понравилось. В Москве, короче, есть такая тема, называется «Кремлевская елка». Там, то есть всем детям, которые приходят, дарят эти подарки, как бы Кремль, типа, набитый конфетами, либо там зубец кремлевской башни, ой, и стены тоже набитый конфет. Ну, коробки такие. И я постоянно в конце января и в начале февраля просто, блядь, везде лутал эти коробки, потому что их давали на всех, нахуй, спортивных соревнованиях, на всех олимпиадах, на всех хуйни за любое место. Я просто на Лужине в Москву приезжаю, приезжаю в конец, мне вместо какой-то грамотной медали кидают просто, блядь, Кремль. Держи, парень. На следующий год такая же херня. И так, ну, типа, реально, вот, ну, все время, пока в школе учился, я доедал, блядь, за кремлевскими детишками конфетки. Нам давали билеты на елку, причем не на одну, у нас же дохера, и у нас там прям было расписание елок в декабре. У вас была отдельная своя елка, просто типа... Часть идет сюда, часть сюда, но подарки мы забирали по всем билетам. И у нас был просто в декабре шкаф этих конфет, и мама такая, оставить все на Новый год. Но мы же не будем, мы знаем, что шкаф с конфетами, а мы тут что? Голодающая семья, шкаф с конфетами, блядь. Мы пролезали в этот шкаф, а там какой-то еще на ключе был. Мы где-то воровали этот ключ у мамы, откуда-то открывали, втихаря там просто снизу где-то вытаскивали, типа конфеты вкусные, естественно, самые первые, и оставляли эти карамельки. И мама потом где-нибудь в дворе достает такая, сейчас себе чай попьет, там опять оставили одни карамельки, все нормальные, сожрали. И это было каждый год. Там же реально у тебя всегда вот этот вот пакет со сладостями, он из замечательного веселого пакета со вкусностями через две недели превращается в пакет опидаца, которого, ну, типа, где осталось самое невкусное, где вот эти вот самые ебаные конфеты. Мечта, мечта и риски, как бы. Блин, мечта заебись. Я мечты килограмм десять сожрал за детство. Ребенок из Волгограда. Мы в Москве мечтой как бы не, наши мечты уже сбылись. Бля, у меня родители в Москву ездили за конфетами от детства. Вот откуда мечта приехала. По дороге все вкусные сожрали. Только мечта доехала. Вот тебе снова кулич. Бля, кулич топовый вообще, бля. Факт. Я не помню, как конфеты назывались вообще. Я просто их ел, ну, в смысле. И ты, если ты в какой-то момент, ну, типа, достаешь конфету, откусываешь, она невкусная, ты... Замотал обратно, бля, пусть лежит. Не, у нас была рабочая схема сестрой, потому что я любила какой-нибудь изюм в шоколаде, орехи в шоколаде, а сестра нет. И поэтому, если она такая видела, что это вот что-то из того, что она не ест, она такая, на, спасибо. Это как у вас суета с флексом. Два шредера просто, типа, что одному, что второму. Они оба сожрут, что одно, что второе. Я пользовалась тем, что у меня была младшая сестра, она была прям сильно маленькая, она любила любые конфеты. А я, ну, как бы была в том возрасте, когда я уже выбирала, типа, вот это вкусно, вот это, там, невкусно, мне не нравится. И я, короче, все остальные конфеты... Мама тоже приносила такой же огромный пакет, там, на три четверти конфеты, и сверху еще мандаринами усыпали вот так. И ты лежишь во всем этом, как умполомпы в этих шоколадной фабрике. И я, короче, выбирала конфеты, невкусные отдавала сестре. Она не понимала, что они какие-то, там, невкусные, ела их. И мама, когда заметила эту мою схему, она такая, Аля, так нельзя делать, это же твоя сестра. Она не понимает, а что? Она не понимает, что у нее сестра, как я слово понимаю, мышь, да? Блин, я представляю, то есть твоя сестра, ни разу не пробуя вкусные конфеты, думала то, что она ест вкусно. То есть, представляешь, это тот момент, когда она попробовала ту вкусную конфету. А вы общаетесь? Да. Да? Ну ладно. Просто уточню. И на этом давайте к новостям. Китайская марка обогнала АвтоВАЗ по выручке в России. Па-ба-ба-ба. Черри сделал больше денег на рынке России, чем АвтоВАЗ в этом году. Он не продал больше автомобилей, потому что, понятное дело, что, типа, сколько сейчас стоит Черри в среднем, сколько сейчас стоит АвтоВАЗ в среднем, это немножко разные суммы. И АвтоВАЗ для того, чтобы просто нагенерить вала, нужно продать сильно больше автомобилей, а у него там проблемы в производстве. Но дать дань должному, что Черри без завода у нас внутри страны заработал больше всех денег, это, конечно же, ну, молодцы. А тут хер, чё? Скажешь, хоть и немножко грустненько. Удивительно, почему это был не ховал, у которых тут свой завод. Так, ну, на секундочку. Что Черри все равно умудрились каким-то образом пробиться сквозь остальных конкурентов и самую большую жирную долю рынка забрать. Ну, конечно, Черри молодцы, но, конечно же, нет. А это чистой или выручкой? Нет, выручкой, выручкой, просто выручкой. Тебе чистой никто не скажет никогда. Порше 911 установил новый мировой рекорд в подъеме на высоту. Когда на Кибертак заехал. Ха-ха-ха. Как бы было два, они поднялись на разные высоты, потому что, ну, один дополз, другой дополз чуть дальше. И абсолютный рекорд был 6694 метра. И надо понимать, что, ну, как бы, вот Мерседес вот на таком вот внедорожнике, ну, как бы, лез в гору. Там основная проблема не в том, что там какое-то лютое бездорожье. Основная проблема в том, что у тебя чем выше, тем более разряженный воздух у тебя вот тупо нет. И вот-вот на такой фигне Мерседес долез до 6694 метров. А Порше по итогу смогли забраться еще на 40 метров выше, и у них теперь 6734. Только это сделали на 911-м, а не на огромном вздороженном грузовике. И при этом, типа, экспедиция поднималась несколько недель. Опять же, не потому, что там было очень сложно как-то забраться именно по дорожным условиям, а просто потому, что всем испытателям нужно было проходить акклиматизацию. И нужно было там какое-то время сидеть, просто, ну, ждать, чтобы организм адаптировался к давлению, чтобы он адаптировался к воздуху, ко всей такой фигне, и вот потихонечку-потихонечку ребята ползли, вот теперь добились самая высокая точка на планете, покоренная автомобилем, это 911-й. Да я помню, как ты эту новость озвучивал, когда про Мерседес шла речь. Даже формулировку помню. Бляцкий унемог. А теперь великолепный 911-й. Да, потому что бляцкий унемог. Ну да, все верно. Потому что они тогда с Порше соревновались. Эта новость как будто специально для тебя была сделана, потому что тут Порше, какой-то рекорд и пилот еще, фамилия Дюма. Идеально. А еще они сразу Шерпов не наняли водителями этого Порше, чтобы не надо было сильно акклиматизироваться. Типа облегченную же Теслу наняли карлика пилотом, почему бы нет? Ну одно дело у тебя, когда просто какие-то чуваки на полигоне угорают с карликом. Там карлик угорает с Теслой. Там не факт, что до гонок даже дело дойдет. А тут компания серьезно, мировой рекорд, все такое. Специально разработали машину, там специально разработаны шасси. Блин, у тебя крыши нет, а ты видел, как стильно выглядит сверху у них багажник? Охуенно. Да. На даче. Сколько всего можно увезти? Самое удивительное, что мне очень больше всего греет душу, что как бы у тебя у Немок-то, ладно, хорошо, это вот грузовик, по сути, прототип, который сделан вот под вот эту вот историю. А тут у тебя как бы, да, у тебя доработанная подвесочка, да, у тебя большие колеса, но мотор и коробка, полный сток. У тебя удельная мощность выше, потому что у тебя неравный грузовик, у тебя спорткар, по сути. Это понятно. И у тебя, если позволяет дорожное покрытие, то ты можешь ехать гораздо выше, чем у Немок, если ты найдешь маршрут соответствующий. Да, это понятно. Но вот у тебя машина залезла на стоковом моторе, на стоковой коробке, туда, куда ни один другой автопроизводитель и ни на чем другом доехать не может. Там минус 50, наверное, там охлаждение дополнительно не требуется. Тут дело не в охлаждении. Тут дело в том, что там разряженный воздух, там меньше кислорода, и у тебя топливная смесь получается не такой. Да, это все понятно. Но все равно электрички побьют все эти рекорды. Электрички? Да. Электромотору без разницы, на какой высоте крутить колеса. Всего лишь с кабель протянуть. Один из поводов проведения этого заезда рекордного заключается в том, что Porsche залил сюда электронное топливо. Вот это вот. А, да, точно. Они же еще свое биотопливо, которое они в будущем говорят, что вот у нас там есть свое синтетическое топливо, которое там углерод нейтральное, вся хуйня, и вот у нас теперь нужна вот эта вот повесточка, что вот мы еще типа на смеси с этим топливом на стандартном стоковом моторе доползли, что все, у тебя как бы и мотор нормально прошел, лютые испытания, и топливо нормально, и вообще рекламная акция. Смотрите, у нас мы молодцы, Porsche, все такое. Худит-то. Я смотрю на фотки в комментариях, короче, там есть Unimog и есть Porsche, и они в одном и том же месте протаскиваются на лебедках. Прям рубль в рубль одно и то же место на горе. У меня есть какой-то участок, который невозможно проехать. Ну, судя по всему, да, да. Ну, что ж. Получается, не доехали еще, дотянули. Так не, почему? Ты же все равно доезжаешь там типа своим ходом. Может быть, какой-то конкретный участок ты можешь преодолеть, но типа до точки финиша ты должен добраться своим ходом. А как в регламенте? Можно так или нет? Ну, поздравляем Porsche. В целом, никаких сомнений не было, что 911 это лучшая машина на планете. Попробуйте с этим поспорить. Бля, как я буду орать, когда Tesla перебет этот рекорд. Я просто буду гиеной тут рожать. Перебьет, и ладно, не будет этого рекорда. Все равно 911-й от этого не станет менее великолепным автомобилем. Возвращаясь к аргументу, когда вот мы с тобой что-то как-то сидели, раздували, что типа отвязывайся денег, вот у тебя любая сумма на покупку любого автомобиля. Ты что хотел купить? Давай к следующему. Первый Каен. И автосервис, судя по всему. Для тех, кто не понял, он тогда сказал 911-й, так что не надо. Не было такого. Давай, давай. Не было. Да, блядь, я найду, Ахсар. Тут я не буду воевать в той сторону, заебался уже. Сам пизданул, блядь, живи теперь с этим. Так он не пизданул в этом, он реально так думает. Ну, сказал же. Он чем на кухне занимается? Каены смотрят первые. Первые в ресте вообще-то. С фарами. Это максимальная комплектация. Это типа. В России будут проводить новый международный автосалон. Существовала, когда до ковида практика автосалонов, она развалилась не только у нас в стране, она в целом по всему миру развалилась. Индустрия, ну, типа, так себе себя чувствует. Не, у нас до сих пор проводится мимс. Да, но он как бы, сравни его с 2018 годом и сравни его с текущим, это просто кардинально два разных события. Привет, это Вова, и я должен признаться, что мы со Стасом все напутали. В России до недавнего времени существовало два автосалона со схожими названиями. Мимс – это московское моторшоу, которое представляет собой выставку для автобизнеса. Оно проводится ежегодно и существует по сей день. А автосалон, о котором мы говорим со Стасом, это МАСС. Московский международный автосалон. Именно на нем демонстрировались все крупные автоновинки, и именно он проводился раз в два года. Но в 2020-м мероприятие отменили из-за пандемии, а потом случился 2022-й. Я имею в виду в том, что после пандемии… Думаешь, после пандемии это произошло, да? Не, сейчас, понятное дело, сейчас все компании ушли, сейчас уже нет никакого смысла там прочь-прочь, но вот были же автосалоны, которые были после пандемии, и в целом у тебя вообще вот, ну, культура больших массовых мероприятий, куда приходят официальные компании и притаскивают туда большое количество людей. Вот вся эта штука, это не только выставки, это еще в целом вот вся индустрия больших сборищ, она сильного покосела после пандемии. Потому что даже концерты, те же самые, ну, типа, очень с большим количеством проблем сталкивались после, что, типа, тебе нужно просто каким-то образом это все, блядь, провести. Вот сейчас оно уже более-менее хотя бы работает. Но сейчас, опять же, есть вопрос, типа, к составу участников и к тому, кто к нам приезжает в страну, а кто не приезжает. Это понятно. Но в целом, типа, даже если бы не было бы войны, то все равно автосалоны, все мировые, ну, чувствовали себя сильно грустнее после мадемии, нежели до. Вот, типа, в этом был пойнт. Но так или иначе, все равно какие-то выставки проходят. И вот у нас в стране существуют выставки Комтранса, Урбан Транс, форум АйМиЕФ, типа, и просто какие-то мероприятия, которые так или иначе посвящены автомобильной промышленности. И вот те люди, которые организуют эти мероприятия, решили слиться воедино в одного большого гигачада, сделали проект одного большого мероприятия, где все у нас будет все, и грузовая техника, и коммерческая техника, и обычная легковая техника. Вообще вот все-все-все. Все под одну крышу загоняем. Все, кто хочет участвовать, пожалуйста, участвуйте. Вот мероприятие, вот площадка будем проводить. Ну и отлично, пусть проводят. Лада выдохнула. Иранская Сайпа не будет продавать автомобили в России. Как будто бы кто-то ожидал чего-то другого. Если что, вдруг вы не в курсе, то вот мы какое-то количество новостей назад обсуждали, что у нас там, типа, есть Иран, есть Сайпа, которая там вообще по технологиям это что-то плюс-минус около B0. Очень древние, старые, изношенные автомобили. И вот у них там есть этот автопроизводитель. Вроде бы как у них были планы, что, типа, надо прийти в страну. У нас там дилерская сеть, у нас там сейчас поставки, сейчас у нас вот освободился рынок, сейчас все будет, сейчас, сейчас, сейчас. И что-то оно как-то не сильно работает. Это было очевидно изначально. По запчастям, видимо, тоже не сильно как-то договорились. И вот оно все как-то очень быстро и заглохло. Причин как бы называют, ну, какое-то количество, что вот там утильсбор подняли, вот там то подняли, все подняли. Оказалось, что, блин, для России, для большой страны нужна большая дилерская сеть, а мы как бренд не готовы к таким тратам. И вообще что-то как-то оно все не сильно интересно. И там 1384 причины, но нужно понимать, что, типа, в любом случае, всегда, когда, типа, компания будет принимать какое-то решение или когда какой-то проект проваливается или еще что-то, всегда там, ну, найдется куча людей, которые скажут, что вот это вот из-за этого, из-за этого, из-за того, из-за сего. И вот, вот потому и посему и потому. И вот там еще неожиданно там утильсбор подняли, или еще что-то, вот все, одни проблемы, мы вообще как бы все хорошо хотели сделать, но что-то как-то у нас не получилось, вот. Хотя очевидно, что даже если бы, как бы, ребята ставят основной упор на то, что вот утильсбор внезапно подняли, и поэтому нам стало суперневыгодно, но даже если бы существовал бы тот, ну, типа, старый утильсбор, и могли бы машины привозиться по той старой проектной цене, по которой они рассчитывали, все равно сайпы бы, ну, у нас вряд ли кто-то покупал, потому что элементарно к автовазу доверия сильно больше, а машины кардинально бы между собой не сильно отличались. Ну, я согласен, что сайпа хуже лады, но она на тот момент, если бы ее привезли, ее хотели привезти еще летом этого года, у них было бы конкурентное преимущество, у них были и АБС, и ESP, и автомат, чего у автоваза на то время не было. Да, и все равно бы автоваз в продажах это дело забрал бы без каких-либо проблем. Я прям, ну, вот тут я супер уверен, что, типа, взять иранскую старую машину, там достаточно просто прийти и сесть в машину, чтобы понять, насколько это больно по сравнению с автовазом. А опять же, там, типа, АБСы, ESP, автоматы, прочее-прочее, оно в ладе появится. Ну, вот честно, вот у меня есть личный опыт, я на днях ездил с инструктором, ну, водил, и он мне рассказывал, что вот хочу купить машину на автомате. И реально прям открыто сказал, вот иранца, думаю, взять, просто потому, что у них есть автомат. Странный у тебя инструктор по вождению, что я могу сказать. Я его отговорил. Правильно сделал. Плюс один. Марка надо было брать. Но самое забавное в этой новости, это то, что вот у них выходят заголовки, что вот Сайпа в Россию не смогла, вот там, типа, договориться не получилось, туда-сюда. И одновременно с этим появляются заголовки, что автоваз в целом не против поставлять машины в Иран. Мы туда Вест, Грант, какое-нибудь количество засудим, все будет вообще нормально. Тоже, думаю, вряд ли там кому-то сильно в Иране нужен автоваз. И сильно там может быть, ну, какой-то большой потенциальный рынок сбыта, фиг его знает. К тому же, сами иранцы вряд ли будут просто так пускать к себе с распростертыми объятиями, потому что у них там тоже свой автопроизводитель, у них там свой рынок, они сами его окучивают, сами с него зарабатывают деньги. Им в целом-то как бы просто так пускать к себе автопроизводителя, который тоже будет просто зарабатывать деньги, не совсем интересно. Поэтому надо будет как-то там договариваться, но я бы большую ставку на это не ставил. Новый электрический хэтч Мини получил версию GCV, но не прибавил в мощности. Мы с вами какое-то количество времени назад обсуждали, что Мини сошел с ума и сделал с Купером вот это. Вот это вот теперь современный электрический Мини Купер. Вот это вот, ху-ху-ху, вот это машина. Вроде как с прицелом для Китая, типа все такое, но так или иначе. Вот они вот это сделали с Мини Купером. И сейчас вот к этому электрическому автомобилю появился пакет обновлений от GCV, который вот, ну типа там, бампира, спойлеры, там, диффузоры, вся хуйня, вот типа. Можешь себе купить, look like GCV, все. У тебя не будет другого мотора, у тебя не будет другой мощности, у тебя не будет ничего другого. Просто купи obvious. Справедливости ради потом появится когда-нибудь там, типа через годик, GCV-шная версия нового, актуального. И они до сих пор сказали, что она будет электрическая или будет бензиновая. Да, электрическая, да. Потому что вроде бы как про бензин они тоже говорили, что там что-то где-то как-то. Не, бензиновый мини же не умер. Они сейчас параллельно. Я знаю, что они параллельные. Я к тому, что они тоже типа вроде как говорили о том, где-то я по крайней мере читал такие слухи, что вот актуальный текущий бензиновый GCV тоже вроде бы как хотят как-то там вновить, что-то там ему туда докинуть, что-то там с ним сделать, что это вообще будет какая-то параллельная другая ветка. Но они вот типа в случае с электрическим у него тоже будет потом настоящий GCV, вот, который будет просто чуть мощнее. Но сейчас можешь пока купить бампер, пороги еще можно купить, там кресло с боковой поддержкой, вот, грустно, пиздец. Забавно, что еще у тебя как бы, ну, есть этот, вот, обычный миник, который, ну, в смысле электрический, и у него вот это вот, типа, ебало и жопа сделано с тем, что, типа, туда воздух не должен поступать, ну, у тебя просто, ну, как бы, закрытая морда, как у всех электрокаров. А тут сделали с зевами, что у тебя там радиаторы должны стоять, что охлаждаться должно, воздух должен поступать. Ну, так хотя бы не как уебище выглядит в целом. Это же уебище в душе. Ну, да, да, понятно. Как BMW с М-пакетами, что ли? Да, но. Или Mercedes с АМГ обвесами. Или Audi S-Line. Да, но. Или Volkswagen R-Line. Ой, блядь. Ладно, Toyota TRD, это, блядь, согласен. Помолчу. Да, у них есть тоже GR, не GR, заряженный, а GR Sport, как, типа, декоративная линейка. Да, я видел, да, да, что ж поделать. У них даже сумки есть такие. Даже великие ошибаются. Кто, ты, блядь? Не, видно, что это, как бы, рабочая маркетинговая схема, как бы. Да, это рабочая маркетинговая схема, но боль-то не в этом. Боль в том, что они бренд GCV, который вот, ну, прям, это очень такая петролхедная машина. И у GCV очень правильные ощущения, вот именно фановые, бензиновые, прям классные. Это великолепная автомобиль, один из лучших на планете в данный момент, вот именно Cooper GCV. И они вот это вот GCV, вот этот вот бренд, который означает вот это вот веселье, фан, угар и так далее, вешают на абсолютно скучную, нахуй, никому не нужную электричку и пытаются тебе это продать, что это то же самое, а это вообще другое. Это вот как отличается Джим Хана на Форде и на Ауди, это вот ровно такая же штука. Полная хуйня, короче. Очень больно. Казахстанскую полицию раскритиковали за покупку электрокаров. Контекст какой? И позоришь, и вот это. Типа так и было, бля. Существует в Казахстане Жамбылская область, и там существует свой Аким, ну, как, типа, губернатор на наши деньги. Да, да. Плюс-минус. Ну, короче, главный ответственный человек за область, вот. И там, как бы, ну, происходила рядовая закупка автомобилей в ГИБДД, и вот, ну, как бы, приехало какое-то количество жаков, ну, которые москвичи, типа, вот, только жаки. И добрая половина из них электрички. Все бы хорошо, но есть нюанс, что там это особо заряжать негде. И конкретно Жамбылская область, это юг Казахстана, и там, в целом, с энергетикой все плохо. То есть, типа, у тебя все, как бы, все вот по энергосетям, типа, по проводам, по всему вот этому, оно находится больше в северной части, типа, в центральной части, где-то, ну, не на южной. Типа настолько плохо, что ты включаешь машину заряжаться, и у половины района гаснет свет. Плюс-минус. Только, что там еще не везде в целом, ну, там, короче, существует одна ГРЭС, которая вот просто обеспечивает электричеством весь регион, ну, пытается, и такая, типа, с переменным успехом, переменным током. И в Казахстане, в целом, типа, есть какая проблема, там сейчас очень бурно развивается экономика, в том числе из-за санкций, потому что вот на нас наложили санкции, типа, надо, там, кучу тропок через Казахстан проложить, надо денежные потоки, надо, эй, там, помогите, поддержите, потом примите, потом возьмите, что-то где-то как-то. А когда у тебя сильно начинает расти экономика, ты начинаешь очень быстро упираться в энергетику, которая там, типа, еще стоит, ну, типа, очень давно, особо сильно не развивалась, и вот ты, как бы, начинаешь упираться в энергетику, тебе хочется, вроде бы, всего производить. У тебя там типа и все майнеры биткоинов туда приехали И там подключались везде Тебе нужно производство строить Тебе нужно там много всякой фигни строить Много стройки вести Это все энергия, оно все нужно И вот оно не справляется И тут тебе еще вот как бы чуваки берут и закупают Электромобили и так-то, ну проблема невеликая Потому что туда приехало всего лишь ну типа 25 вот этих вот электромобилей Потому что ну блять 25 и 25 и хуй бы с ним Но местная пресса такая Эй, неправильно делаешь, надо по-другому делать Куда, зачем мне вот это вот? Вот это вот что такое? Типа что как патрулировать районы Как там, как жить-то вообще с этим автомобилем И там ребята парируют тем, что он такой Ну смотрите, обычный инспектор проезжает 100-150 километров Типа там туда-сюда, ему должно хватить У нас по паспорту 400 Мы все взвесили, все посмотрели Если что, будет экспериментом Ну освоили денюжки и освоили Что поделать Не позорились мы, короче Типа такое заявление официальное Знаете, почему им нужны эти машины? Потому что я увидела недавно видос Где в Казахстане во дворе гуляют кони Прям стадо во дворе Ну обычный двор И? Ну да Если не на машинах, то на чем еще в Казахстане ездить? Так электрички-то при чем? У нас в АУ лось уходят Транспорт сбежал, нужно... Мечтают ли кибер-казахи об электрокумысе? Я понял, зачем им электромобиль Они, чтобы отловить этих коней Должны тихо к ним подъезжать И потом нарушаем Ламборгини перешла на четырехдневку Ну такой, по крайней мере, заголовок Там не совсем так А не совсем туда Но ситуация довольно забавная У нас существует фольксваген Который просто горит огнем Вот просто вот если представить Какой-то вот ход-офис, да Где у нас там типа все компании сядут И все такое У тебя вот стоит огромный шпиль Здоровый фольксваген А тут рядом такой офис ламборгини Тут так порша сидит Там там бугатти где-нибудь в сарае Там типа еще там кто-нибудь где-нибудь Ну какие-то такие небольшие Вот он, один большой небоскреб Стоит, горит огнем Это весь ваг А все остальные себя в целом Как бы нормально чувствуют Потому что от огонечка греются Если бы не ты это сказал Я бы сказал Потому что ламборгини Несмотря на все кризисы Но как это обычно на самом деле И бывает у супер премиальных брендов У них вообще все хорошо У них все продается Все отлично Финансовые успехи Лучшие года Лучший сбыт Лучшие финансовые показатели Вообще все просто в шоколаде И пока говорит фольксваген У ламборгини все хорошо Но так или иначе К ним приходят профсоюзы И такие типа Пацаны смотрите Мы тут поизучали статистику Еще Как бы И вот у нас вот есть Вот ну типа исследования Которые говорят о том Что типа четырехдневная рабочая неделя На самом деле эффективнее Потому что сотрудники от этого Меньше болеют Меньше перерабатывают Все успевают сделать Все нормально Производительность растет Затраты падают Все вообще Ну замечательно Классно И так далее И они такие Ну давайте может быть Попробуем А может быть и нет Но в целом Можно И вот как бы Ну когда ты читаешь заголовок Что типа Ламборгини перешла на четырехдневку Ты себе представляешь Что типа Ну теперь пацаны Что с понедельника по четверг Все Пятницу Суббота Воскресенье отдыхают Но не совсем так Потому что у тебя же как бы Во-первых существует конвейер И там как бы ну Будет странно Если в какой-то момент он встанет Нужно как-то перепилить смены Нужно как-то все перебалансировать Как-то переделать У тебя просто взять И там лишний рабочий день вынуть Ну не совсем получается То же самое Типа есть офисные сотрудники У которых другое расписание Другие нормативы Другие дедлайны Другое все Плюс существует еще Какая-то логистика Существует кемудилеры Прочь-прочее И поэтому типа Для всех сотрудников Будет разный режим работы Люди на конвейере Будут работать четырехдневку Через пятидневку То есть одна неделя пятидневная Другая неделя четырехдневная Потом еще снова пятидневная Потом снова четырехдневная Потом пятидневная Ну так или иначе Какое-то количество выходных В год Можно так наэкономить Вот после чего Люди становятся нумерологами Нечетные недели Теперь не нравятся Люди, которые работали в три смены Будут теперь приходить На завод по смене Пять-четыре-четыре Что типа пятидневка Четырехдневка Четырехдневка Пятидневка 4-дневка, 4-дневка, 5-дневка, и вот, ну, там, так далее. И так далее по списку. Вот там Lamborghini сейчас все это дело у себя как-то там перебалансирует. Но мне еще нравится, что еще какое-то другое количество заголовков вышло с тем, что вот как бы, ну, Lamborghini вводит 4-дневную рабочую неделю и еще и начинает больше платить своим сотрудникам, что является наебаловым, потому что они как бы, да, они выплачивают премии за то, что за счет того, что успешный финансовый год, у них там хорошие показатели, хорошая прибыль, много машин продано туда-сюда. Но на дистанции мне кажется, что это, опять же, немножко будет завуалированная история с тем, что вот у тебя, ну, у тебя же сокращается количество рабочих дней, условно говоря, на 20 штук в году. Или там на 25 штук в году, или там что-нибудь еще такое. И, соответственно, зачем больше платить, когда можно платить меньше? Ну, вроде бы как сейчас пока что теория такая, что если будет сохраняться производительность, если будут закрываться задачи, если в целом, ну, как бы, эффективность всего производства не упадет, тогда останутся те же самые зарплаты, ничего страшного. Но если будет очевидно, что сотрудник на пятидневной работает лучше, чем на четырехдневной рабочей неделе, я думаю, что будут корректировки и по зарплате в том числе. А как они там оплачивают сотрудников инконвейера? У них же почти у всех почасовая оплата всегда стоит. Ну, да. Ну, как бы, блядь, ну, что, день минус, минус у тебя часы рабочие, и все. Скорее всего, да, скорее всего, да. Ну, об этом пока никому не скажут. Тебе вот, это тебе премия тысяча евро за этот год. Все, а дальше у тебя четырехдневных, у тебя выходных много будет, давай, давай. И мне кажется, на самом деле, что вот весь эксперимент типа с четырехдневной рабочей недели на долгой-долгой дистанции потом упрется в то, что типа, ну, вот, как бы, вроде бы как со светлой идеей, в том числе и среди профсоюзов, вот есть продвигающая штука, что вот надо там типа три дня в неделю отдыхать, а люди просто посмотрят на три дня в неделю и такие, блядь, да я вторую работу найду. И будет вообще без выходных работать. Ну, или там типа где-то какую-то подработку плюс-минус, потому что, ну, объективно три дня в неделю это довольно дохуя. Ну, Феррари будут просто подрабатывать. Ну, возможно, тогда Феррари хотя бы будут похожи на автомобили, после этого хотя бы, ну, будут нормально собраны. Будут просто бегать, вот, разные смены у людей вот так вот переходят. В конце концов у нас будут красные Ламборгини там и зеленые Феррари. Примерно так, наверное, погани и родилась в свое время. Ну, там в Мерседес ребята бегали просто. Китайские компании хотят продать в РФ слишком много машин. Ребята в одной аналитической маркетинговой компании такие, достали калькулятор и такие, так, смотрите, у нас есть официальные заявления всех автомобильных компаний, ну, в целом официальные планы, вот, типа, автомобильных брендов, которые существуют на стране, и они там все заявляют, что вот мы там продадим столько-то машин. Мы там продадим столько-то машин, мы рассчитываем вот на такое-то количество машин. И ребята взяли калькулятор, такие 1 плюс 1, 10 тысяч плюс 15 тысяч, плюс вот это все, и насчитали, что, типа, если все планы всех автомобильных компаний в следующем году сбудутся, совокупно объем рынка должен получиться 1,2 миллиона китайских автомобилей. Ну, это чисто китайцы планируют продать в следующем году 1,2 миллиона автомобилей. Только китайских. Без российских, без теоретических еще каких-нибудь там левых других брендов, да, и может быть там еще кто-нибудь уже в следующем году осмелится вернуться, не суть важна. Чисто китайцев, китайцы планируют продать 1,2 миллиона. Вот. Есть ощущение, что там кто-нибудь подпроебется, потому что, опять же, у нас вот в этом году за 11 месяцев 23-го продано 939 тысяч. Это хорошо относительно прошлого года, потому что в прошлом году вообще пиздец был, типа там вроде полумиллиона автомобилей было продано в течение года. По-моему, 600 тысяч что-то такое было. Ну, где-то что-то, да, плюс-минус. По-моему, все-таки 600 с чем-то. Ну, неважно. Ну, короче, то есть, типа, немного. У нас, опять же, ну, нормальный наш показатель нашего рынка – это 1,3, 1,4, 1,5, где-то вот типа в той количестве. А это всего машин, ты говоришь? Да, в прошлом году было всего продано, типа там 600, 700, что-то где-то вот так. Сейчас в этом году уже за 11 месяцев продано 939. Ну, то есть, типа, мы миллион, скорее всего, перешагнем в этом году. После того, как ты озвучил цифры, которые как бы нормальные, есть чувство, что китайцы ебнулись с такими подсчетами? Не факт, не факт, потому что будет зависеть от того, что они притащат, будет зависеть от того, с кеми заводами они договорятся, какая будет ценовая политика, что будет к чему-почему. И в целом-то как бы проблема в том, что вот за эти два года уже отношение к китайским брендам немного поменялось, уже стало всем попривычнее, все в целом уже, ну, не так уж страшно и черри покупать, не так уж и страшно и хавал, вот, пацаны вроде, наверное, в лицо не плюют, поэтому, типа, ази, короче, пиздец, сколько классных машин, ну и бла-бла-бла. Ну, может, черри все-таки построят завод? Нет, они не построят, они найдут место, где... Да, где собирать. Так это именно розничные продажи или вообще всего автомобиля они везут? Они могут половину этого парка просто в корпоративные парки продать и все. Нет, ну это же продажи-продажи. Ну да. Ну, так нет, смотри, 1,3, 1,4, 1,5, это вот с корпоративными продажами. Если у них есть даже какие-то договоренности, может, они как-то посчитали, что там тем надо, этим надо. Ну вот, я думаю, что половина от этих планов не сбудется, то есть, ну, типа, если в следующем году будет продано 1,2 миллиона китайцев, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну вот для сравнения, автостат считает, что в следующем году в России при самых позитивных раскладах... Миллион плюс-минус. ...продастся 1,48 миллионов машин. То есть, понимаете, 1,48 и 1,2 чисто китайцев, которые ходят. Не, 1,48 это при самом... Это при самом, если прям на 36% вырастет рынок. Скорее всего, ну там, типа, 1, 1,1. Ну так вот. Минэкономразвитие наш, то есть уже власти, считают, что примерно 1,1 миллион. То есть, уже меньше, чем хотят продать у нас китайцы. В этом и парадокс, что китайцы хотят заполонить наш рынок своими автомобилями без учета того, что еще автовазу надо продавать, куча машин, вот, и москвичу. Да. И, возможно, типа, просто в какой-то момент люди скорректируют планы, либо просто навезут огромное количество автомобилей, тогда мы столкнемся с обратной ситуацией, которую мы уже не видим 3 года у нас на рынке, когда у нас автомобилей слишком много по отношению к спросу. И тогда, возможно, цены будут падать, но, опять же, в следующий год посмотрим. Я уже зарекся себе когда-нибудь заказывать, что вот в следующем году будет такое, то такое хуй знает, поживем, увидим. Если я публично заявлю, что я молодой хуй венбин, мне дадут квоту на автомобиль? Китайский. Тебе главное во дворе так не говорить, потому что тебя, скорее всего, дадут по ебалу. Как в этом слове, пацан, ты что? Хуй венбин? Нет. Чушпан? Я не смотрел все, кстати. Про чушпанов уже весь интернет знает, надеюсь. Я не буду смотреть, на самом деле, думаю. Блин, мне друг рассказывал, говорит, еду с завода в автобусе, где какие-то девочки-монолетки типа спорят о том, что они пытаются найти парные браслеты для своего парня. Чушпан и чушпанка, блядь. Ай. Новость из рубрики ретроспектива. В тот день, когда вы смотрите этот видос, ничего не произошло, но вот завтра, 21 декабря 1987 года, на Камском автозаводе стартовало производство микролитражки Кама. Будущий вас 1-1-1-1-1-АК. В этот момент ты должен прям такой... Вносите торт, гашону. И АКУ. Я до сих пор считаю, что лучший мем про автоваста в целом ОКИ ЛАДЫ. Это, блядь, лучший мем. Но АК, АК, блин, великолепная машина. У меня есть история с АКОЙ. Мы в какой-то момент, когда работали на какой-то из очередных строек, ну, условно, первый курс или второй курс, где-то там у тебя вот эти постоянные вечные подработки, а это было летом вообще. Летом всего три месяца работать можно совершенно спокойно. Такой, бля, ебать, отлично. И нам нужно было что-то на какой-то объект, ну, возить там какую-то херню, типа там плитки, цемента, всякое такое. Мы там ремонтировали какую-то квартиру или мы клали уличную плитку. Не суть важна, короче. Просто есть какой-то объект, мы там что-то делаем, и нам нужно возить стройматериалы на какой-то машине. И вот мы на ОКе возили мешки цемента в плитку и всякую такую фигню. То есть ты типа туда загружаешься, вот сколько там в АКУ еще в целом влезает. На самом деле, если выкинуть задний диван, а он там был выкинут, естественно, у тебя два места спереди, то влезает туда довольно много. Но при этом АК едет просто вообще типа, ну... Ты едешь, смотришь в небо. Она едет. И она едет, да. Ну, это очень весело. Может, ты ездил в АК? Да, пассажиром, но не за рулем. Я за рулем ездил. За рулем это очень веселый автомобиль. У меня у деда была АК, инвалидная, которая специально отоборудована была. И мы как-то едем по трассе зимой. Я прям не знаю, сколько лет мне было, лет 7-8. Гололед, ветер сильный. Как-то я задремал, просыпаюсь, мы, короче, в канаве. Ну, это киоки, лады. Взяли один спереди, другой сзади, достали из канавы, дальше поехали. Мне там лет 8, со мной сестра еще маленькая, и дед инвалид. Как мы это вытащим? Проезжал какой-то длиннобойщик, он остановился, говорит, бля, вы заебали уже четвертые за последние полчаса. Вытащил нас там как-то, и поехали дальше, нормально. Ну, она очень классная. Мы как-то умудрялись с братом помещаться в багажнике вдвоем, в АК. Так да. Не, АК на самом деле, во-первых, просторная, во-вторых, очень веселая тем, что у тебя вот такие колесики. Такие, нам, 13-е, по-моему. Там что-то своеобразное. Мне как на БМX. Там настолько маленький, что уже размер не важен. Да. И чисто вот условно говоря, как техника, просто где-нибудь как-нибудь поугарать, на даче там, либо еще полюса попрыгать, повеселиться. АК это просто типа, да. 20 тысяч рублей, это будет самое веселое 20 тысяч рублей в своей жизни. Если у вас будет ключ от КамАЗа. Бля, если ее на ВОСОНы поставить. Бля, а сколько АК стоит? Сейчас поедем окуп купать. Наконец-то. Может, на сирене и увезем ее. И на Дракстрип с 911. А, блин, мы можем этот мем с кибертреком сделать, то есть только вместо кибертрека будет 911, а на прицепе АК вот. А гоняется он с сиреной, да? Да. Проигрывает. На агрегаторе не найти АКУ. Все нормально, у меня есть. Сохранен на ссылочке, да? Нет, у меня есть АК. А. Может, она уже в категории садовая техника. А тут просто тебе, ты не можешь в поиске написать название, тебе нужно именно в бренд ткнуть, а бренд КАМАЗ. ВАЗ-111. Ебать, есть машина за... Угадайте, сколько? Машина с пробегом 162 километра. Ну, просто вот. Блин, она, наверное, 70 стоит. Нулевая-то? 400, наверное, какие-нибудь. Она стояла у кого-то гаража, врастала в землю, ее взяли, помыли, очистили. Мы видели на одометре число и такие О. Смотаем. Нет, это... Это экспериментальный электроавтомобиль, выпущенный в Тольятти на АвтоВАЗе в 95-м году в количестве 8 штук. Капитан, это столько, блядь. Да. Ну сколько? Она 2 стоит. ВАЗ-11111. 1-1-э. Э. Да. Угадайте, сколько стоит? 70 тысяч. Нет. Чуть побольше. Миллион. В районе ляма, наверное. Чуть-чуть побольше. Больше ляма? Да. АК? Да. Ну это типа эксклюзивная АК. Да, это... Э, это эксклюзив? Да. Это АК-модификация Тесла. Всего лишь 9 900. Бля, чё? 9 миллионов 900 тысяч рублей. Сколько? Эээ. Попутал, что ли? АК, эээ. Самая дорогая, ну просто вот обычная АК, типа которая просто вот, ну, просто АК. Полмиллиона всё лишь. А если с другого конца посмотреть? О, полтос. Во, полтос от АК. Вот. А тут я узнаю. О, 65 тыж. А какие-нибудь интересные модификации там есть? Типа АК-пикап. Пикап на АК. Да, такой был. Как подцепить тёлку. Были ещё эти какие-то снегоходики делали с кабинами от АК. Не, АК фан, АК очень весело. Бля, если ещё кольцевую построить, ууу. А есть же гонки на АК. Бля, ты где? Где? Где-то в России есть же. Нет? Я думаю, нет. По-моему, я помню, что-то такое. Но всегда можно организовать. Регламент у вас должна быть АК не дороже 70 тысяч. Крываем Ратата Дерби. Но, возвращаясь, собственно, к самой машине. Вот она у нас появилась, как можно сказать, в заголовке в 87-м году. Но изначально её разрабатывать начали ещё в 70-х, потому что, ну, как бы... В Британии существует суперуспешный мини. И Советский Союз такой, такой... Удобно. Съел декорацию. Опа, да. Стас съел декорацию, блядь. В Британии существует суперуспешный мини. И, как бы, Советский Союз такой, ну, нам тоже нужна какая-нибудь компактная машина. А плюс ещё нужно, как бы, ну, и для инвалидов тоже в том числе что-то сделать. Потому что у нас же, ну, как бы, социалистическое государство. Мы обо всем заботимся. Типа, вот надо кому-нибудь это дело как-то делать, присунуть. А Запорожец уже к тому времени очень сильно устарел. При этом Запорожец был очень популярным автомобилем. Надо вот было что-то, ну, типа, на замену разработать. И такие, давай думать. А где, кто, а как это будет вообще разрабатывать? А кому вообще это надо? Ну, инициатива принадлежит СМЗ. Это Серхпуховский мотоциклетный завод, который выпускал инвалидки. Да. Всё правильно. В общем, как бы, чуваки придумали идею. Придумали какое-то даже количество прототипов. И такие, типа, что вот, мы, как бы, можем вам представить проект, можем там всё сделать. Но мы слишком маленькие, у нас нет мощностей, поэтому давайте вы это куда-нибудь там, ну, затолкаете. Камазу, например. Или к Автовазу. Ну, это когда уже, типа, уже проект был на стадии согласования. Но изначально, когда только появились первые прототипы, самое забавное, что у них существовало прозвище Чебурашка. Потому что, на самом деле, прототип... Да, это Вазовский проект, это не Серпуховский. Вот. Ваз тоже делал микролитражку, тоже пытался делать микролитражку. Погоди, там же сначала хотел Автоваз сделать замену Запорожцу. Да. И они вообще... То ещё до того, как СМЗ придумал идею, что, типа, надо делать вот именно Акул. Да. Ещё до этого Автоваз в начале 70-х такой, надо заменить Запорожец, надо что-нибудь сделать, что-нибудь маленькое. Вот мы сделали, там, условно говоря, Чебурашку примерно, которая очень сильно похожа на Остин, на самом деле. Да. А Чебурашка, он из-за того, что у него поворотники вертикальные. И вот из-за этих вот, ну, типа, вертикальных поворотников, что у тебя вот эти фары, у тебя вот такие штуки, как будто бы уши, вот поэтому это вот Чебурашка. Это изначально вообще делал Автоваз, как замену Запорожцу, чтобы просто сделать какую-нибудь маленькую народную машину, ещё одну. Вот. Вдобавок к классике, к Жигулям, которые тогда производились. Но потом поняли, что это в целом как бы нерентабельное, это что-то как-то дорого, что-то там разрабатывать моторы, что-то разрабатывать трансмиссии, что-то там вообще в целом строить отдельный корпус и отдельную сборочную линию слишком дорого. Нам бы заниматься вот тем, что мы, типа, делаем Жигули. Потому что, на самом деле, в Советском Союзе тогда существовал огромный нереализованный спрос, и тогда, типа, не было большой проблемы в том, чтобы купить автомобиль, вопрос просто, что купить. Есть что-то очень похожее сейчас, на самом деле, на современную действительность, но мы об этом, опять же, в словке поговорим потом. Ну, так или иначе, Автоваз на проект забил, отдал это всё дело обратно ЗАЗу, что вот мы изначально ваш пример взяли, вот мы тут что-то почертили, поразрабатывали, вот, если хотите, держите. И потом из этого всего, из этих наработок ЗАЗ сделал Таврию. А Автоваз, в принципе, просто отказался от идеи делать какую-то маленькую машинку, в принципе. Потом уже под конец 70-х возбуждается СМЗ. Такое, что, типа, вот у нас, как бы, мотоциклы, у нас тут инвалидки, у нас тут всё, и мы тут давайте сделаем современную ещё машинку, потому что вот у нас, ну, как бы, всё равно существует мини. Существует ещё Fiat 126, и тоже, вроде бы, прикольная машинка, хоть и выглядит как Fiat, конечно, да, но вот мы же на Автовазе смогли локализовать 124-й, соответственно, 126-й, можем у себя на СМЗ тут как-нибудь что-нибудь как-нибудь тоже локализовать. И оно тоже никуда не полетело, потому что пацаны такие, типа, вот сделали прототипы, припёрлись в компартию, такие, типа, пацаны, мы готовы делать, у нас нет нихуя, как бы, но мы, если что, сделаем чуть-чуть совсем. Оно спрос всё равно не покроет, оно будет нерентабельно, поэтому давайте, всё-таки у нас, ну, как бы, нужно делать инвалидки. Всё равно нужно делать какие-то маленькие небольшие автомобили, вот, типа, как-то, может быть, их раздавать от государства и так далее. Поэтому давайте, может быть, мы КАМАЗу или Автовазу в обязательном порядке присунем, что, типа, вот, обязательно вам нужно вложить денег, сделать сборочную линию ради социалистического государства. А это вот первый прототип, да? Это то, что СМЗ сделал, да. Как будто восьмёрка, которая дали по жопу. И, собственно, потом они приходят с этим снова к Автовазу, такие, типа, вот машина, мы там, как бы, ну, разработали, ну, не до конца, ну, как бы, оно, вы на конвейер всё равно не поставите, но, ну, вот, держите. Автоваз на это дело всё посмотрел, плюс там компартия такая, что, типа, ну, пацаны, надо бы делать. Они такие, бля, ну, мы вот это вот конкретно поставить на конвейер не сможем, надо всё делать по новой, полностью, сука, с нуля, всё разрабатывать, ладно, хорошо, мы разработаем. И, собственно, вот они разработали КАМУ, и только в 87-м году они смогли это дело дотащить до конвейера, но там уже разваливается Советский Союз, там уже денег у государства нет, и поэтому старт тоже был весь какой-то очень косой кировой, но хотя всё равно за всё производство АКИ они продали 700 тысяч, всего произвели. Всего, да. Да, то есть это, на самом деле, довольно успешный автомобиль. И в момент, когда разваливался совок, это была одна из самых, из-за того, что валюта девальвировалась, это была одна из самых дешёвых машин в мире, в принципе. Не раскрыт кусочек вора, почему их делал КАМАЗ по итогу, а не автолаз? Я видел только КАМАЗовские оки. Потому что потом им просто в обязательном порядке сказали, что вот, тебе, пожалуйста. Фишка в том, что СССР в преддверии своего краха, то есть руководство, понял, что нужно переходить на какие-никакие капиталистические рельсы, переводить предприятия. Вот. Плюс нужно обеспечить население товарами широкого потребления. Потому что это одна из больших проблем Советского Союза была, что танки мы делали хорошо, а вот... А всё остальное? Плохо и мало. И выпустили постановление, согласно которому каждое крупное предприятие должно было выпускать какой-нибудь товар народного потребления. Кто-то сковородки делал, кто-то кастрюлю, кто-то игрушки. В обязательном... То есть, смотри, ты, условно говоря, ну, типа... Снаряды паяю и кастрюлю, блядь. Да, да, именно так. Да, и просто в обязательном порядке. То есть, тебе пофиг, что ты по этому поводу думаешь, пофиг, сколько оно тебе стоит в производстве, пофиг, сколько ты там ресурсов сжёшь. Вообще насрать. То есть, просто у тебя в какой-то момент приходит компартия такая, ты вот, допустим, производитель мебели, и, ну, как бы, унитазы тоже попроизводи. Это же сидеть... Ну, предприятия самостоятельно пытались решить, что им производить всё-таки. И так как к Автовазу пришёл СМЗ с просьбой разработать микролитражку, то он как раз вместо того, чтобы делать кастрюлю, он сказал, давайте мы будем разрабатывать, ну, выпускать у себя АКУ. И точно такую же нагрузку на себя взял и КАМАЗ. То есть, получилось, что АК в какой-то период выпускалась на трёх предприятиях. На Автовазе, на КАМАЗе, на СМЗ, отдельном предприятии КАМАЗа, вот, и на... и в Серпухове. Поэтому, собственно, самой первой АК выпускалась на КАМАЗе, и там её переименовали в КАМУ, потому что, как бы, местная река КАМА. И, соответственно, вот так АК производилась на трёх заводах, но постепенно Автоваз отказался от АК, потому что она была нерентабельна. Потом от неё отказался КАМАЗ, и вот она последние свои годы доживала на СМЗ уже с китайским моторчиком. Но СМЗ – это тоже КАМАЗ? Нет? Нет, это вот это вот... Это Серпуховский завод, да. В какой-то момент он принадлежал Автовазу, но Автоваз не вывез владение им, и он опять отправился в свободное плавание. Блин, хочется теперь сравнительный тест Трёх Оук. Да, у нас, получается, АК была СИАЗом, была Ладой и была, ну... КАМАЗом. Там прямо шильдики КАМАЗа везде есть. Была ещё вариация, я так понимаю, с китайским мотором, как ты сказал? Да, с фавовским мотором. Ну, это уже, типа, это, условно говоря, нулевые года, потому что, когда уже появились первые экономы, у нас в России тоже в том числе... У нас двигателей под это не было. Ну, конечно, у тебя же двигатель в АКе изначально, это половина от шестнаря. Просто у тебя берётся обычный стандартный вазовский мотор, половину от него... От восьмёрки взяли двигатель и просто два цилиндра достали оттуда, и вот... Восьмёрке восьмиклоп был. Ну, ебать, там такая, пиздец, принципиальная разница, восьмиклопа и шестнадцати клопа, что пиздец. Чтобы понять моторы автоваза, нужно понять очень простую истину. Бог единый, мотор один. Вот там как бы... Там всё, так или иначе, это всё один и тот же, блядь, мотор. Давайте дальше прабабушку. Хвалим, хвалим, не останавливаемся. И вот, как бы, разработать изначально маленький мотор, там, типа, двухцилиндровый, трёхцилиндровый, типа, не суть важная, вот конкретно под АКу, ну, было, типа, ну, совсем нерентабельно. Ну, пиздец, потому что, типа, тебе и трансмиссию нужна какую-то там, и что-то где-то как-то придумал, очень много денег. И так-то разработка стоила много денег. Опять же, для любого предприятия, которое, ну, в жало просто возьмёт и потащит какую-то разработку автомобиля, от которого ты потом не получишь сильно много прибыли, и плюс ещё раздашь остальным, типа, автопроизводителям, которые просто будут производить, и тоже будут часть рынка у себя забирать, это как бы вообще ни разу не по-капиталистически, но так или иначе. Поэтому пришлось просто взять, ну, мотор, половинку отпилил, всё. Ну, правильно. Инвалидки сделали, сделали, деньги заработали, заработали. Да, в общем-то, АК закончилось в 2008 году, но АвтоВАЗ несколько раз предпринял попытки поработать над следующим поколением. Я видел этот кринж пластиковый, там зелёный баланс. Да, вот, вот это первый вариант АКи-2. Ой, господи, блядь. Биодизайн. Это как будто, знаешь, это как будто из мультипура родилась машина, которая внутри мультипура стоит. Это как будто лягушка трахнула аку, блядь. Мне нравится, продолжай. Да, это головастик мультиплы, да. Да. Был ещё проект 2003 года, который даже до прототипа довели. У него ещё была тысяча одна модификация, я в натуре видел чё угодно на этой штуке. А, ну, это поприличнее выглядит. Ну, это уже довели до практически конвейерной версии, что это уже скоро можно было бы вести на конвейерную. Не скажу, что практически конвейерной, но это хотя бы ездило. Её показывали на выставках. Да, да. Ну, и в какой-то момент ещё в 2009 году Автоваз показывал трёхдверную Калину, типа АК. Но это сильно больше всё равно изначально оригинальной АКи, потому что обычная АК, типа, это прям, ну... Ты когда туда садишься, ты такой ебать. Это меньше, чем Матис. А у трёхдверной Калины было сокращённое название? Эта история умалчивает. Блядь. Вы, блядь, про марки говорите, что они распилы? Ну, вот у неё, короче, это, зона престижа слишком большая для такой машины. Зона престижа. Не, это, знаешь, вот трёхдверная Калина, это как вот этот вот бем с собакой, которая, знаешь, вот эта вот идея, которая... Плюстутая вот эта вот. Слушай, там сзади так много видно, как будто у неё реально просто жопы нет. Ну, щас, вид сбоку есть. Ну, лучше сзади найди. Ну, вид сбоку красноречивей. Красноречивей. Блядь. Ну, это реально мем с собакой. Короче, вы поняли. Сегодня день АКи, вот, значит, мой телеграмм, вот, значит, там будет постик. В комментах жду самые лучшие фотографии разных модификаций АКи. Присылайте, пожалуйста. Я их сейчас хороню. Да. И жабы присылайте. Гош тоже любит. Распиленные восьмёрки не считаются. И вот в тот день, когда вы смотрите этот видос, напоминаю, что ничего не произошло, но завтра юбилей. Завтра АКи 36 лет. Ну, юбилей такой, условный. Ну, такой себе юбилей. Давай, не юбилей вообще. Да машина великая, я бы каждый год в день рождения отмечал. Нажрусь, у меня в четверг выходной вообще. А на этом, в этом выпуске у меня всё. Что вам такого сказать? Я мандарин обожрался, на самом деле. Я ещё перед этим съел целую кучу. Я надеюсь, что вы тоже там обожрались мандаринов. Будем чесаться завтра вместе. Или можно сегодня. Тебя почесать. Едь давай в Сочи там. Али, ты уже приехал. Я забыл. Я где-то, да. Исчезни.